Добрый день, добрый вечер. Добрый вечер. И де-факто наступает праздник 8 марта, первый весенний праздник, праздник женщин, с которым мы поздравляем. Поэтому я хочу воспользоваться ситуацией, поздравить всех женщин Нижегорода с этим замечательным днем. Ну и вам вручить от себя букет весенний. Вы знаете, мы, кстати, в пикантной ситуации, ведь программа-то выходит в повторе, поэтому в пятницу мы действительно в эфире накануне программы, а в субботу как раз в день 8 марта. Спасибо вам большое. Ну вот, что касается истории праздника. Огромное количество людей, которые считают себя реалистами, вовсе не пессимистами, реалистами, говорят, что нет смысла отмечать эту дату с весьма странной исторической подоплекой. И если копать вглубь, то какой же это праздник прекрасных дам? Он имеет совершенно другую направленность. Ну вот давайте для начала, коль скоро у нас программа с историческим уклоном, де-юро мы обозначим причины этого праздника, а дальше выясним, что же он де-факто в наше время. Ну, если говорить вообще о празднике дне, международном женском дне, дне солидарности женщин в борьбе за свои права, то нужно вести, конечно, от 1909 года, я считаю, потому что официальная дата, когда в Соединенных Штатах Америки Ассоциация Женщин объявила национальным днем, но это не было 8 марта. И до Первой мировой войны вообще этот день праздновался в последнее воскресенье февраля. Потом появилась такая версия, что еще раньше, 1857 год, марш пустых кастрюль в Чикаго, и вот тогда женщины первый раз... Но это опять был февраль месяц. На самом деле все лежит гораздо проще, и, конечно, 8 марта принадлежит только России, и замечательно, что весь мир в 1975 году Организация Объединенных Наций официально учредила уже 8 марта международным женским днем. На самом деле 23 февраля 1917 года по старому стилю, 8 марта по новому стилю, женщины Петрограда вышли на улицы с маршем протеста, и после этого, я имею в виду, еще раз подчеркиваю, не международный женский день вообще, а вот именно 8 марта международный женский день связан только с Россией. И в 1921 году было принято постановление о том, что, учитывая вклад женщин в революцию, вот именно 8 марта. Ну а потом в 1966 году день стал выходным с 1966 года, и вот я еще раз повторюсь, в 1975 году Организация Объединенных Наций, в этом году проходил международный год женщин, и начали именно 8 марта международный женский день. Так что в холодные времена вот эта была сказочка придумана про Чикаго. Я еще раз говорю, если говорить о национальном празднике, да, там есть приоритеты. А что касается именно 8 марта, то это наше изобретение, и я думаю, это замечательно. Действительно, у нас наступает весна, мы уже видим, несмотря на холодную погоду, как пригревает солнышко. Женщины всегда прекрасны, но в эти дни они становятся просто очаровательны. И продолжают, я считаю, бороться за свои права. Да, ведь еще в прошлом веке в большинстве стран у женщин практически никаких прав не было. Ни избирательного права не было, ни права избираться не было. Многие права постепенно завоевывались, хотя надо отметить, что и сегодня во многих стран Азии, Африки женщины абсолютно бесправны. Ну, у нас тоже всех прав у женщин нет. Например, женщины у нас не военно обязаны в России, поэтому они знают рассматривать как дискриминацию женщин или наоборот их привилегии. Тут очень сложный момент. Есть ведь вот замечательное выражение «бойтесь своей мечты», она имеет обыкновение сбываться. И коль скоро изначально все эти праздники пошли, так или иначе, привязанные по датам к неким акциям протеста, вот если посмотреть, чего можно добиться в абсолюте борьбы за свои права, то добиться можно парадокса. Можно получить все права, утратив право быть женщиной, право быть слабой, право рассчитывать на плечо. Я вспоминаю фотографию четырех министров обороны, которая облетела все средства массовой информации. Но вот не укладывается оно все равно в голове. И вы сказали о бесправных женщинах Востока, а я, напротив, не так давно читала относительно дамских волнений, дай бог памяти, не в арабских леймиратах, по поводу лишних женских прав на вещи, связанные с вождением автомобиля. Они как раз выступали за то, что мы рождены быть принцессами и хранить очаг. С возрастом из принцесс мы переходим в королевы. Но мы не хотим забирать у мужчины право заботиться о нас и ухаживать за нами. И тут тоже вопрос тонкий. Вот в свое время было ведь совершенно четкое разделение на профессии. Были профессиональные лиги, в которых женщинам входа не было. Сейчас вы упомянули военных. Я иногда смотрю у приятельниц, кто живет в Израиле, фотографии их дочек, которые служат в армии. Красиво, но ей богу, сердце сжимается. Вот можно ли сейчас говорить о профессиях, которые по-прежнему до юра только мужские? Или де-факто, с вашей точки зрения, куда женщинам совсем не надо соваться? Ну, вы знаете, когда, вот помните известный ролик, женщина шпала уклачется, ну это, вы знаете, это коробит. А мужик за компьютером в это время сидит и зарабатывает, как он утверждает, головой? Ну, вы понимаете, вот еще раз возвращаемся. Я считаю, что женщина по определению, поскольку она мать, она имеет такую привилегию, которой мужчине не дано, она может родить ребенка, она должна сама выбирать, чего она хочет. Поэтому вот завоевывая свои права, ну, нет у нее такой обязанности, которая есть у мужчины. А право на любую профессию, на любой вид спорта. И мы убеждаемся сегодня в том, что вот я сам был противником участия женщин в разных видах спорта. Ну, примере олимпийского хоккея, как минимум. Я хочу сказать, что это другой совершенно вид спорта, это другое отношение, это другое катание. Получаешь больше, наверное, эстетическое удовольствие. Пусть меньше азарта, пусть меньше силовых единоборств, но это другой вид спорта, но он тоже интересен. Поэтому я считаю, что вы давно заслужили право самим решать, что вам доступно, чем вы можете заниматься, чем не можете. И вы правильно говорите, у нас нет обязанности женщины быть военнослужащим. Но право такое есть, и поэтому у нас есть женщины-генералы и в армии, и в органах МВД. Вот недавно я зацепилась за фразу Александра Гордона, к которому отношусь, в общем-то, с очень большим уважением, даже где-то с обожанием. Он сказал забавную вещь относительно профессии мужской. Мужик может работать с кем угодно, главное, чтобы жена была дома. Вот тут у меня возникли вопросы. Любопытно, вот если угодно, личный такой вопрос. До какого уровня вашей, безусловно, очень серьезной карьеры ваша супруга работала? А когда случилось, если такое случилось, решение, что жена будет сидеть дома? Ну, моя супруга отработала гораздо больше, чем нужно было. Не потому, что она денежку до внесла? Даже после достижения пенсионного возраста, ну, по просьбе руководства, ее просили задержаться. И она проработала лишних пять лет, могла спокойно уйти. Но, вы понимаете, это склад человека. Она очень энергичный у меня человек. И поэтому я благодарен судьбе, что я с ней встретился. И вот она находила время на все. За счет сна, за счет, не знаю чего, но бессменный председатель профсоюзного комитета на своем комбинате жезобетонных конструкций. Сколько раз порвалось уйти, все, люди приходили, просили. Вокруг нее всегда, и в молодости, крутились идеи, крутились люди. Ей это было интересно. И вдруг взять ее, посадить и сказать, чисти кастрюли, значит, только воспитывая ребенка. Я считаю, что она вот как раз показала, что можно все успеть. Такой же, собственно, была и мама до запредельного возраста, пока уже окончательно ее министр не отпустил. И тоже практически лет на пять она проработала больше через пенсионный возраст. Но есть люди, которые не могут так, им больше надо сосредоточиться на очаге, на семье. Есть тот, кто находит в себе призвание душечки, да? Но тем не менее, я вот считаю, что если общество достигает какого-то уровня развития определенного, когда техника в быт входит и какие-то работы у женщины облегчены, когда мужчина в состоянии какие-то работы тоже выполнять наравне с женщиной по дому, женщина должна иметь право на неполный рабочий день, на полный рабочий день, на какие-то часы. При этом должна быть дифференцированная оплата, чтобы, ну как сказать, ее труд был достойным, вознагражден. Вот тут мы выходим на очень пикантный момент, а нередко работодатель по закону или по желанию как раз и предпочтет мужчину, потому что женщину нужно будет отпустить на больничный с ребенком и так далее. Ведь очень много жалоб по этому поводу. По рукам надо бить такого работодателя, изменяя что-то в законах. Ведь вы понимаете, вот Гордон говорит так. Мы знаем очень много примеров, когда люди, находясь в золотой клетке, всем полностью обеспечены, ничего не надо, либо сходили с ума, либо совершали какие-то поступки суицидальные. Поэтому я не верю в то, что это может выражаться только в доважном сеге. Хотя есть исключения. Я преклоняюсь перед многодетными матерями и считаю, что это колоссальнейшая работа. Это работа ненормированная и тяжелая. Да, и даже говорить о том, что она час где-то это может заниматься, то, конечно, это невозможно. Хотя у большинства этих людей, с которыми я встречался вот и в преддверии сегодняшнего дня, у них очень сильно развито творчество. И я считаю, что вот эта работа, которую они выполняют, я вот именно этим словом назову на дому, и воспитывают людей, вкладывают в них. Ну, извините меня, здесь сразу совмещается все, и педагогика, и это. То есть люди нашли свое призвание. Поэтому я считаю, еще раз вам скажу, что должна решать женщина. Вот что касается, опять же, возвращаясь к завязке нашей программы исторической, фактически, ну, у каждого культурного слоя, у каждой какой-то национальной определившейся популяции есть свои, с точки зрения, плюсы дамского занятия. В России эта всю жизнь была благотворительность. При любом серьезном, сформировавшемся как профессионал, высоких чинах мужчине, дама не просто меняла наряды и устраивала балы, фактически всегда она отчасти спасала вот духовную часть семейного имиджа как раз тем, что помогала бедным. Великолепный пример мы вспоминали как-то в передаче о меценатах графине Кутайсовой, которая, будучи супругой тогдашнего губернатора, банков тогда не было за пределами Нижнего. Банк был один и совершенно прозрачно, 10% ее состояния, дохода четко шло на благотворительность. Нынешний великолепный пример Наташи Водянова. Вот я хотела вас спросить как раз об этом. Должна ли власть брать на себя, в конце концов, все заботы о бедных, обделенных, небогатых, пожилых? Или можно с спокойной душой переложить это на добрых, обеспеченных и обладающих временем женщин? Власть должна выполнять то, что определено законом. Исходя из своих возможностей, посчитав свои ресурсы, посмотрев, что есть в бюджете, на заседании законодательного собрания определяется, что на какую статью пойдет. И это ровно столько, сколько мы в состоянии заработать. Иногда вы знаете, что мы выходим с дефицитом бюджета, берем кредиты для того, чтобы решить социальные программы. А благотворительность – это то, что у человека появляется от души, может быть, от наличия каких-то свободных средств, которые можно было потратить на роскошь. А люди понимают, что другим это. И то, что вы сказали про Ольгу Васильевну Кутайсову, да, 25 тысяч рублей по тем временам колоссальнейшие деньги, на них было сделано очень много. Но я хочу сказать, что пример такой благотворительности, он не только у графини Кутайсовой, Марии Федоровны Безак, Александра Ивановна Баранова, Ольга Владимировна Фридерикс, Софья Николаевна Борзенко, Татьяна Владимировна Шанцева. Это вот супруги губернаторов в историческом плане, которые отмечены большими благотворительными акциями. И вот последняя у нас реставрация храма «Жон Мироносец», где Татьяна Владимировна, как один из сопредседателей попечительского совета, выступала. Тоже ведь никто не обязывает, никто не заставляет. Но это традиции Нижегородской области, это традиции душевности наших людей. Но я хотел бы сказать, мы ведь мы вот с вами в разных передачах, идя к истории, вспоминали и наших женщин, героев труда, и наших великих спортсменок, которые завоевывали не по одной, а больше олимпийских медалей. Наша Маргарита Назарова «Укротительница тигров», знаменитая, которая не только их укращала, но еще и в двух фильмах, которые мы до сих пор с вами смотрим в этой полосадном рейсе напрямую, а в «Укротительница тигров» за кадром Касаткину подменяя. Было очень много благотворителей из числа предпринимателей, их жен, и Агния Маркова, Варвара и Юлия Рукавишникова тоже в ней вносили свой вклад из своих личных денег. Я еще бы хотел Нижегородку вспомнить, помните, жена декабриста Анненкова, это Полина Габель, на весь мир известна эта история, и Дюма написала «Учитель фехтования», а Роман Француженко едет за будущим своим мужем, которого любила в Сибирь, там происходит брак, потом возвращается сюда, в Нижегородскую губернию, в конечном итоге он председатель дворянства, много лет она тоже занималась благотворительством, можно вспомнить других наших, и сестер Невзоровых, и Веру Фигнер, и Ольгу Генкину, это наши пламенные революционерки. Первая в России женщина-врач Надежда Суслова, это наша, Нижегородка, поэтому нам есть чем гордиться, но я бы каждому сегодня порекомендовал бы, посмотрите на женщин, которые вокруг вас, ваша мать, ваша жена, сестра, дочка, это прекрасные Нижегородки, это то, ради чего мы живем, найдите возможность и с добрым словом, и с какими-то пожеланиями, возьмите часть их забот на себя, ну в этот день обязательно, а во все остальные дни по чуть-чуть, и тогда будет праздник настоящий. Получается, что вместо слов поздравления женщину, ну впрочем, они были сказаны вначале, ключевое это пожелание, идет 8 марта именно к плечам, к той стене, к той горе, которая помогает женщине оставаться цветочком, и никакая буря, вот этот цветочек не сломает. Мудрость такая, делай людям добро, оно вернется к тебе с торицей, вот уверяю вас, когда ты делаешь добро женщинам, родным женщинам, то это уже не с торицей, это во много геометрическая прогрессия, и увидите, как вот это ответное тепло возвращается, и появятся скоро и подснежники, это все от женского тепла. Спасибо вам большое, наше время эфирное завершается. Дорогие наши телезрительницы, я присоединяюсь ко всем поздравлениям. И самое главное, кроме глобального счастья, вот так в мелочах, просите сегодня посуду, не трогайте. Вы принимаете поздравления, мужики сами помогут. Спасибо, до свидания. Не только посуду. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok